Новые технологии и услуги железнодорожного транспорта. Шестая международная выставка «Экспо-Рейл-2012» проходит в Москве в экспоцентре. Выставка проходит в год 175-летия российских железных дорог. Надо сказать, что на различных этапах своего развития российские железные дороги укреплялись. И на сегодняшнем этапе стоят не менее масштабные задачи, связанные и с развитием инфраструктуры, и с развитием техники, технологий, с развитием управления. Этой тематике посвящена сегодняшняя выставка. На выставке прошло несколько конференций. На одной из них обсуждали вопрос модернизации транспортной инфраструктуры. По итогам обсуждения специалисты пришли к выводу, что для решения транспортных проблем нужен комплексный подход. Одна железная дорога не сможет перевозить всех пассажиров по любым направлениям, поэтому совершенствовать нужно, в том числе автомобильный, морской и авиатранспорт. Однако в России до сих пор развивается каждая отрасль по отдельности. Проблем очень много. Система останется так, как есть. Мы живем в системе непосредственно 20 века до 50 года. В министерстве отраслевые подходы. Хотя подход должен быть в этом комплексе. Обсудили еще один важный вопрос – развитие грузовой базы в России. По последним данным, РЖД нуждается примерно в 2 триллионах рублей на развитие инфраструктуры до 2020 года. Если эта сумма не будет найдена, не вывезут более 200 миллионов тонн грузов. Основная задача железной дороги сегодня – обновление старого состава. На это планируется выделять порядка 400 миллиардов рублей ежегодно. Компания «Российские железные дороги» пока достаточно уверенно смотрит в 2013 год. Хотя уже, извините за простые слова, мы скрепим по швам, потому что мы вынуждены наращивать кредитный портфель существенно. Потому что регуляторы говорят нам – берите кредиты, мы вас поддерживаем. Мы вам дадим гарантию. Берите кредиты. Мы знаем, вам тяжело, но берите кредиты. Выставку по праву можно назвать масштабной. Решать транспортные проблемы сюда приехали не только российские, но и зарубежные железнодорожные компании, а также поставщики и производители подвижного состава и оборудования. Всего в мероприятии приняли участие более 150 компаний из 15 стран.